В Твери были определены победители конкурса на лучшую школьную столовую. В этом году традиционному Тверскому конкурсу исполнилось 20 лет. А награды достались сразу трем школам города. Для того, чтобы выбрать лучшую школьную столовую Твери, потребовался месяц и десятки конкурсных испытаний. Специальная комиссия оценивала все условия организации питания детей. Вкусовые качества блюд, творческий подход к их оформлению, рациональность использования продуктов. В качестве питания школьников и организации питания школьников в Твери уделяется очень серьезное внимание. 2023 год для данного конкурса стал юбилеем. Появились индивидуальные состязания, которые выявили лучшего повара школьной столовой в городе Твери. Это было уже новое дополнительное испытание этого года, когда на одном из этапов конкурса в битву вступили школьные повара. В начале февраля победителем этих состязаний стал повар из 8-й гимназии Павел Ильин. В таких строгих условиях приготовление каждого блюда для повара – большая ответственность и работа, которой стоит подойти творчески. Всегда оригинально и полезно. Для школьников это самое главное. Я хочу немножко изменить отношение и понятие к школьной столовой. Школьная столовая всегда вкусна, качественна. И чтобы дети сюда ходили с радостью. Я думаю, что у нас это получилось. Ребенок подходит и говорит «Спасибо вам, это было очень вкусно». С каждым годом в тверских школах уделяется все больше внимания к культуре школьного питания. Обратная связь от детей и родителей обязательно учитывается и поварами, и педагогами. Работники столовой стараются детей накормить вкусно, питание здоровое. Для того, чтобы популяризировать школьное питание, они проводят дни открытых дверей для наших родителей. Поэтому у нас, как ни удивительно, с каждым днем количество детей, питающихся в школьной столовой, увеличивается. И спрос на школьную столовую неизменно высок. В этом году победителями конкурса на лучшую школьную столовую Твери стали 8-я и 12-я гимназии, а также Тверской лицей. Подведение итогов конкурса завершилось награждением победителей. Продолжение следует...